Вопросы с точки зрения возможности для проектирования урока. Я думаю, что больше часа вашего времени я сегодня не займу, но буду рада в конце нашего вебинара ответить на вопросы. Перед вами предметная линия математики МК «Перспектива», автор, как я уже говорила, Дорофеева-Мираковой. Комплект состоит из, прежде всего, учебника печатного, рабочих тетрадей. Не так много шлейфовых пособий в этой предметной линии, но, тем не менее, они расширяются. И мы видим, сейчас уже появились тетрадки проверочной работы для 2-го и 3-го классов. Это новинки 2016 года. К сожалению, пока не продолжена линия теста, но будем надеяться, что эта линия с успехом будет продолжена в ближайшее время. Хотелось также отметить, что помимо методических рекомендаций, авторских, появились методические пособия с поурочными разработками Медниковой для 1-го и 2-го класса. Они размещены на сайте, доступны только в электронном формате. Также вы видите, что в комплект входят авторские рабочие программы. А на сегодняшний день еще и, конечно же, помимо электронных приложений, которые уже существуют достаточно давно, появились электронные формы учебников. Чуть-чуть поподробнее остановлюсь на дополнительных пособиях. Что из себя представляют тесты Татьяны Борисовны Набука? Они разработаны по всем основным изучаемым в 1-м классе вопросам. И, собственно говоря, предназначены главным образом для организации сквозной оперативной проверки с целью выявления тех затруднений, которые могут возникать у ребенка после изучения той или иной темы. Ну и, соответственно, учитель вносит некие коррективы в свой план, в план дальнейшей работы, чтобы те или иные моменты, может быть, отработать с классом еще раз. Но при этом автор включила в тесты карточки с ответами. Разрезные карточки, как вкладыш, они находятся в середине тетрадки, соответственно, их можно использовать как раздаточный материал. И можно организовывать самопроверку обучающихся после того, как тест выполнен. По карточкам ребенок может проверить себя. Проверочные работы, конечно, тоже может учитель использовать для текущей проверки. Для итоговой проверки, безусловно, тоже можно использовать эти работы. Но авторами главным образом закладывался такой инструментарий в эти тетрадки, чтобы с помощью тетради проверочной работы все-таки была организована работа, направленная на формирование самопроверки и самооценки у обучающихся. И надо также отметить, что проверочные работы... Здесь я представляю первый класс, но сохранился этот же принцип и в тетрадях второго и третьего класса. Проверочные работы предложены в четырех вариантах. Два варианта базового уровня, два варианта повышенного уровня сложности. То есть можно предлагать, в том числе и на основе выбора ребятам выполнить работы. То есть можно предложить выбрать работу попроще или более сложную. То есть в зависимости от того, насколько ребенок уверен в своих знаниях. Несколько слов о тех инструментах, которые заложил автор в эти тетрадки для самооценки. Вы видите, что каждое задание обведено в кружочек. Соответственно, ребенок, если считает, что он верно выполнил задание, зажигает зеленый свет. Можно использовать, кстати сказать, принцип светофора. То есть если задание выполнено верно, это зеленый цвет. Если были какие-то затруднения или небольшие недочеты, небольшие ошибки, желтый цвет. И красный в том случае, если задание выполнено неверно. При этом внизу страницы вы видите, автор отсылает к страницам учебника, где расположен материал, который следует повторить, для того, чтобы можно было выполнить успешно работу над ошибками. Кроме того, можно оценить, насколько тяжело или легко было выполнить работу. Вы видите, воздушный шарик и гирька предложены. Хватило ли времени на выполнение работы. То есть такая достаточно серьезная рефлексия может быть проведена с использованием этого посудия. Но прежде чем я буду показывать примеры, на конкретных примерах ресурсы для проектирования урока, мне хотелось несколько слов сказать о курсе в целом. Конечно, если говорить обо всех методических особенностях курса, то это тема отдельного вебинара. Поэтому понятно, что я вынесла далеко не все, что мне хотелось бы на этот слайд. Но вот, пожалуй, самое яркое, самое привлекательное, то, что может быть отличать этот курс математики от других курсов математики, которые выбирают учителя начальных классов и используют для того, чтобы организовать процесс обучения. Но прежде всего мне хотелось отметить, что одна из основных концептуальных идей курса – это, безусловно, приоритет развивающей функции обучения математического образования над обучающей. То есть мы развиваем детей посредством изучения математического содержания. И хотелось привести цитату, Георгий Владимирович Дорофеев говорил, что главное – развитие средствами математики мышления, логики языка. И он неоднократно в своих работах подчеркивает важность формирования правильного математического языка у обучающихся. И говорит о том, что математика – прекрасная возможность развивать речь. Я обращу внимание, говоря об особенностях курса, поскольку действительно этому Георгий Владимирович большое значение придавал, развитию языка, на то, что в учебнике, в курсе предложена система упражнений, безусловно, направленных на развитие речевых умений обучающихся. Хотелось показать также несколько примеров того, как строится обучение построения алгоритмов действий, а также моделей и схем. Большое внимание уделяется развитию знаково-символического мышления обучающихся. Большое внимание уделяется также формированию умений работать с информацией. Хочу отметить, что в данном курсе работа с диаграммами начинается со второго класса. Система заданий на развитие пространственных представлений предлагается, начиная с первого класса. Очень интересные задания в учебнике, оригинальные задания, которых вы не встретите в других курсах. Поэтому тоже хотелось показать несколько заданий в качестве примера. Главным образом для тех учителей, которые, может быть, впервые столкнулись сегодня на вебинаре с информацией о данном курсе, мне хотелось показать несколько ярких, действительно отличительных моментов, которые являются безусловными преимуществами. Курса Дорофеева-Мираковой. В системе предлагаются задания внимательного характера. Все задания повышенной сложности. Они обозначены специальным знаком. Задания очень разнообразны. Вызывают неизменный интерес детей. И несколько из таких заданий я покажу. Но, как я уже сказала, задания действительно разнообразны. Это и задачи на смекалку, логические задачи, геометрические задачи, комбинаторные задачи и так далее. Итак, чтобы не быть голословной, конечно, лучше все показывать на примерах. Специальное упражнение на развитие речевых умений обучающихся, конечно, это и формулировка заданий в учебнике, которые постоянно требуют учащегося объяснения, аргументировать свою точку зрения, аргументировать обоснование своего выбора. Если мы посмотрим всего на две странички учебника, мы видим, что каждый раз авторы просят объяснить, аргументировать. Если, допустим, выбрать лишнюю фигуру, значит, не просто назвать ее номер, безусловно, объяснить, почему она является лишней. Ну и, конечно же, огромное количество заданий, которые предназначены для выполнения в паре, практических работ, также предполагают формирование речевых умений обучающихся и коммуникативных умений также. Что касается обучения построения алгоритмов действий, моделей и схем. Приведут буквально два примера. Но прежде всего, это, конечно же, знакомство с различными вычислительными приемами, используются разные способы моделирования, в том числе и, как вы видите, здесь предметная модель, это случай, когда дети знакомятся с переходом через десяток. При сложении двузначных чисел, это и палочки, десятки палочек, отдельные палочки, то есть такой классический подход. В то же время предлагаются числовые отрезки, числовые лучи, для того, чтобы с опорой на эту модель натурального ряда чисел ребята могли и выполнять, и проверять правильность выполнения вычислений. Конечно же, схематические рисунки и чертежи используются при решении задач, уже начиная буквально с первого класса. И хочу, например, привести задачи, которые, безусловно, обозначены в виде значок, как задачи повышенного уровня сложности, но вполне решаема даже в втором классе, если ее решать с опорой на схему. В кувшине в 5 раз больше воды, чем в чайнике, а в чайнике на 8 стаканов воды меньше, чем в кувшине. Сколько стаканов воды в кувшине? Безусловно, арифметическим способом, без опоры на схему, эту задачу не решить. Но если мы примем небольшой отрезок, как здесь показано на чертеже, за количество воды в чайнике, так как изначально нам было известно, что в чайнике у нас меньше воды, чем в кувшине. Соответственно, понимая, что в кувшине в 5 раз больше воды, чем в чайнике, мы можем изобразить количество воды в кувшине с помощью 5 таких отрезков. И теперь уже можно легко показать также, насколько больше воды в кувшине, чем в чайнике. Соответственно, в чайнике меньше воды, чем в кувшине. При этом с опорой на схему ребенок делает вывод, что этот отрезочек, который показывает 8 стаканов, так как нам известно, что на 8 стаканов воды меньше в чайнике, чем в кувшине, состоит из 4 равных отрезков. Соответственно, разделив 8 стаканов на 4 равные части, мы узнаем, сколько стаканов составит 1 такой отрезок, 1 из равных 4 отрезков. 2 стакана. Но мы понимаем, что этот отрезочек, он равен также тому отрезку, за который мы приняли изначально количество стаканов воды в чайнике. Таким образом, мы узнали, сколько воды у нас в чайнике. 2 стакана. И не составит труда увидеть, что схема позволяет построить цепочку рассуждений, и схема является частью решения задачи, и обучение построению схем, схематических рисунков. В системе предлагает курс математики Дорофеева-Мираковой. Краткая запись, она, конечно, уже исчерпала себя в наше время. Мы понимаем, что моделирование гораздо эффективнее погружает ребенка в ту ситуацию, которая описана в тексте задачи, показывает отношения между искомыми и данными величинами, и действительно помогает найти правильный способ решения задачи. Говоря о формировании умения работать с информацией, действительно большое внимание уделяет курс формирования этого умения. Как я уже говорила, диаграммы буквально со второго класса появляются, с таблицами также достаточно рано начинают дети работать, и количество и разнообразие заданий, направленных на формирование информационных умений обучающихся, очень большое. Здесь два примера. Тут предлагается с опорой на таблицу построить диаграмму, либо поработать с диаграммой, ответить на вопросы, то есть извлечь информацию из данной диаграммы. В учебнике будут и другие схемы, пиктограммы. Встречаться с ребятами действительно. Авторы считают, этот раздел очень важным. Заданий, я повторюсь, большое количество в курсе. По разделу работы с информацией. Развитию пространственных представлений, как я говорила, большое внимание уделяется. Перед вами примеры заданий из первого класса. Посмотрите, это и верхних два задания. Это первый класс, нижний, левый, второй класс. В первом классе это и расположение фигурок из приложения в соответствии с указаниями, то есть выполнение аппликации с использованием домика, деревьев, птиц и правильное расположение предметов относительно друг друга. Но надо сказать, что очень интересное задание еще предлагает учебник, когда с помощью линий, точек ребенок моделирует тоже взаимное расположение предметов. Например, аквариум и рыбка. Там замкнутая линия, точечка внутри этой замкнутой линии. Это рыбка, а кот, который сидит рядом с аквариумом, точка вне этой замкнутой линии. Мы видим также задания, в котором нужно найти вырезанную часть фигуры, восстановить первоначальный вид фигуры. Много заданий, они в системе предлагаются на проекции. Смотрите, сложена пирамидка из четырех кубиков. Нужно найти, эту пирамиду сфотографировали сверху, нужно найти рисунок, который изображает эту пирамидку сверху, вид сверху. Аналогичное задание, вид слева, справа, более сложных конструкций будут на протяжении всех четырех лет ребятам предлагаться. Точно так же, как достаточно оригинальные, интересные задания, связанные со стрелочным планом. Посмотрите, вы видите, для первого класса, как выглядит задание. Маршрут нужно построить, по которому Герда идет к дворцу Снежной Королевы. Он указан с помощью стрелочек. Далее эти задания усложняются. Где-то может быть предложен маршрут, который ребята рисуют с помощью стрелок. То есть задания действительно очень интересны и разнообразны. Кроме того, со второго класса ребята работают с геометрическими телами, с пространственными фигурами, если хотите. Предлагаются приложения развертки, пирамиды, кубы. Это второй класс работы, которая предложена во втором классе. Во втором же классе ребята уже делают каркасные модели, кубы и пирамиды. То есть, действительно, к окончании начальной школы у них сформировано прочное представление о геометрических телах, их частях. Предлагается очень интересная практическая работа. Одну из них мы сегодня рассмотрим поподробнее в качестве примера. Я ее включила в презентацию. Ну и что касается занимательной математики, так называемой, занимательных заданий, они все, конечно же, достаточно непростые. Они требуют от ребенка некоторых усилий, чтобы с ними справиться. Помечено как задание повышенного уровня таким знаком, спиралькой такой, как вабиринт. Они, как я уже говорила, предлагаются в системе. Как правило, очень интересны, привлекательны для детей и, безусловно, являются достаточно мощным средством повышения мотивации к учению, безусловно, формированию интереса устойчивого к изучению математики. Ну и о курсе Георгия Владимировича Дорофея Татьяны Николаевны Мираковой, мне хотелось бы показать также, что можно найти на нашем сайте из пособий, что представлено в электронном виде и доступно для скачивания. Ну, несколько слов хочу сказать о этой страничке, достаточно информативно. Здесь есть выход и в социальные сети на нашей странице, где вы можете найти интересные статьи. YouTube предлагает вашему вниманию и открытые уроки, которые дают учителя по нашим пособиям, и рекламные ролики наших пособий. Также на этой страничке вы можете найти информацию по новинкам, с разворотами посмотреть все новиночки можно. Есть выходы в магазины, в каталог в формате PDF, то есть посмотреть вообще, что выпущено по начальной школе. Ну, и можно зайти на сайт МК Перспектива, где уже информация более узкая, ну, конечно, можно увидеть полностью состав по каждому классу, по каждой предметной линии учебных пособий на сегодняшний день. Но я хотела обратить ваше внимание на три вкладочки теория, методика, практика, одна из которых открыта, это вкладка методика, она наиболее информативна для учителя. Здесь мы методические рекомендации пособия, как я уже говорила, методические рекомендации пособия доступны для скачивания, в том числе пособия с поурочными разработками Минниковой для первого и второго класса. Здесь вы сможете найти и скачать. Технологические карты также есть в УМК Перспектива по всем предметным линиям, включая математику. Напомню, что технологическая карта, которая представлена у нас на сайте, это инструмент, который позволяет учителю проектировать тему, проектировать изучение темы. То есть мы видим первую карту, например, по математике в первом классе шесть таких технологических карт. первая тема это сравнение счет предметов. Соответственно, вы видите здесь 11 уроков предусмотренных данной теме. Учитель может увидеть такую перспективу изучения темы. На следующем слайде я представила структуру технологической карты. Презентацию вы можете скачать. Вам этот слайд остается, не буду сейчас озвучивать. Ну и соответственно, конечно, технологические карты также доступны для скачивания. Действительно очень удобно, потому что все основные моменты технологической карты вы можете найти, начиная от целей и планируемых результатов и даже заканчивая рефлексией возможностями для организации контрольно-оценочной деятельности и рефлексии. На сайте сейчас также доступно и скачивание дисков, которые выпущены к учебникам. Что касается электронных форм учебника, если этот вопрос кого-то интересует в большой степени, то я рекомендую с главного сайта предательства просвещения зайти в раздел электронный учебник «Новая образовательная реальность». Здесь есть вся информация, начиная от информации о требованиях к электронным устройствам, которые вы выбираете для того, чтобы закачать на них электронный учебник и информации пошаговой, как действовать, чтобы приобрести лицензию на использование электронного учебника и заканчивая ответами на актуальные вопросы. Вы видите раздел «Открытые уроки» – это архив тех открытых уроков, которые проводили учителя с использованием электронных учебников издательства просвещения. При этом уже достаточно много уроков снималось с учителями начальных классов. Если вы будете отслеживать анонсы, то вы сможете онлайн в один из понедельников поучаствовать еще в некоторых уроках, которые предусмотрены у нас в этом учебном году. Именно урок, который будет давать учитель начальных классов и принимать участие обучающиеся начальные школы. настоятельно рекомендую вам этим воспользоваться. Кроме того, есть возможность установить приложение учебника цифрового века. Инструкция по установке приложения есть на сайте. Можно скачать демо-версию и даже немножечко попробовать те инструменты, которые заложены в электронном учебнике в действии. Познакомиться с интерфейсом электронного учебника. Ну и я подумала, что наверное легче всего посмотреть на то, какие ресурсы есть в арсенале учителя на примере одного урока. Урок задачи в два действия, первый класс. Здесь вы видите, что есть в арсенале учителя, который работает по учебникам Дорофеевой Мираковой. Технологические карты можно скачать на сайте. Методические рекомендации, либо методическое пособие с пороченными разработками в вашем распоряжении. Дополнительные пособия, тесты, проверочные работы. Проверочные работы теперь уже до третьего класса. К тому же есть рабочая тетрадь, учебник, наверное, это тот минимум, который есть в каждом классе. Приобретаю, наверное, рабочие тетрадки в большинстве своем, все родители централизованы для класса. И электронное приложение, которое доступно для скачивания бесплатно совершенно, конечно, в вашем арсенале есть. Но и в зависимости от того, насколько позволяют технические возможности, вы можете использовать также электронную форму учебника. Задачи в два действия. Мы видим странички учебника. новый материал представлен в синей рамочке. Понятно, что, конечно же, мы организуем работу таким образом, чтобы ребята самостоятельно открыли новый способ действия. проблемная ситуация может быть выстроена либо с помощью электронного приложения, либо с помощью электронной формы учебника. есть возможность получить лицензию, закачать только на свой компьютер электронную форму учебника и использовать для фронтальной работы. Но всегда после того, как новый способ действия открыт, новое знание открыто, мы можем обратиться к информации, которая дана в учебнике в синей рамочке. Всегда можем поработать с этой информацией дополнительно. Далее посмотрите следуют задачи. Хочу сразу отметить, что задачи, с помощью которой авторы предлагают познакомить ребят с новой темой, задачами составными, задачами в два действия, это задачи с двумя данными. Это тот случай, когда дети не всегда видят, что задачи можно решить два действия. В одном аквариуме шесть рыбок, а в другом на две рыбки меньше. Сколько всего рыбок в двух аквариумах? Особенно первое время в подобных задачах какая ошибка бывает у ребят? Они отвечают, узнают вернее, сколько рыбок в другом аквариуме и не отвечают на главный вопрос задачи. Поэтому авторы первое время предлагают детям для самостоятельной работы составные задачи с тремя данными. Вы видите примеры таких задач на странице 41. Катя сделала с цветной бумаги сначала четыре фонарика, потом еще один. Она подарила два фонарика сестре. Сколько фонариков осталось у Кате? такие задачи более явно содержат в себе две простые задачи в составе. Тут ребенок не ошибется, потому что сначала четыре, потом еще один, подарила два. То есть тут вероятность ошибки гораздо меньше, поэтому если мы посмотрим в тетрадке тоже к первому уроку предлагают авторы в основном задачи либо простые, либо составные с тремя данными, вот мы видим в задании третьем уже предлагаются задачи составные. Очень интересно, еще первое, второе задание, то есть из двух простых задач ребята конструируют составное во втором задании, но все-таки в третьем задании, посмотрите, первое, второе, первое, второе задачи с тремя данными, но третья задача уже задача с двумя данными, более сложная, на данном этапе работы наверное повышенного уровня она будет для ребенка, если предложить ему поработать с этой задачей самостоятельно, но тем не менее уже можно попробовать свои силы и в решении таких задач, но чтобы научить детей серьезно подходить к анализу задачи, ребята четко для себя уяснили отличие простой задачи от составной, можем выполнить одно действие ответить на вопрос простой задачи, на вопрос составной задачи мы не можем сразу ответить, нам нужно найти еще какую-то величину промежуточную, для того, чтобы ребенок для себя это отличие уяснил лучше, авторы зачастую еще продолжают предлагать задачи с двумя вопросами, как например в номере четвертом на странице 44, посмотрите, по сути отвечая на первый вопрос мы решаем простую задачу, отвечая на второй вопрос мы решаем составную задачу, как раз можно сравнить эти две задачи пары задач одна простая с похожим сюжетом, но одна простая другая составная часто предлагают с авторами тоже для того, чтобы дети сравнивали, для того, чтобы избегать тех типичных ошибок, которые допускают первоклассники на первых парах очень полезно давать задания на преобразование задачи, например, задачи пятой, задачи составной спрашивают сколько рыбок поймали дедушка и внук вместе, решили эту задачу, а теперь ребята измените вопрос так, чтобы задача решалась одним действием, но предлагаются также задания, в которых надо поставить вопрос самостоятельно ребятам, при этом как в задаче четвертой страницы 72, это может быть и вопрос, на который можно будет ответить одним действием, то есть в итоге получится простая задача и вопрос, на который мы ответим, выполнив два действия, то есть задача составная, вот такая работа ведется, достаточно серьезная, с задачами, вообще, конечно, отдельно надо подготовить вебинар, чтобы показать систему работы с текстовой задачей, Ольга Владимировича Дорофея и Татьяна Николаевна Миракова, я постараюсь это сделать к весне, потому что действительно очень много интересных, тоже оригинальных достаточно приемов, для того, чтобы предложить ребятам в конце урока задания для самостоятельного выполнения, для того, чтобы ребенок мог проконтролировать себя, выявить свои затруднения, то есть этап самоконтроля, самооценки, рефлексии, в учебнике нет специального раздела, поэтому вы подбираете такие задания самостоятельно, но зато есть раздел для организации итогового повторения и самоконтроля, я привожу пример как раз наша тема заканчивается в числе прочего нового материала здесь ребята учились и решать задачи два действия и мы видим, что среди заданий, которые направлены на повторение, на организацию самоконтроля и самооценки есть в том числе и задачи которые ребята будут решать в два действия ну например это задача тринадцатая это задача четырнадцатая можно конечно же организуя итоговое повторение итоговый контроль обратиться к дополнительным пособиям ну вот вы видите тема у нас была большая числа от один в двадцати сложение вычитания соответственно предложена проверочная работа по данной теме и проверочная работа включена и задача составная также если вы помните я говорила что первый второй вариант это базовый уровень здесь немножечко попроще задачи предложены с тремя данными так называемые задачи где ребенку легче вычленить две простые задачи в составе сложной составной задачи и третий четвертый вариант задания повышенного уровня и соответственно и задача здесь предложена несколько более сложная задача с двумя данными но тем не менее ребята могут выполнив задание базового уровня первый вариант например попробовать свои силы выполнить задание третьего варианта второй вариант задание четвертого варианта хорошо что такой дифференцированный подход к этому пособию был у автора теперь мы можем в общем по-разному выстраивать работу с проверочными работами которые входят в данное пособие посмотрите пожалуйста перед вами электронное приложение содержание мы заходим в раздел задачи в два действия мне хотелось показать что в электронном приложении если вдруг кто-то с ним не работает заложен тоже прекрасный ресурс для организации самопроверки самоконтроля инструмент для самооценки заложен уже разработчиками вверху вы видите задачу которая может быть использована на этапе первом работы с новым материалом когда ребенку нужен образец построения рассуждений при решении новой для него составной задачи а уже блоки один и два это проверочные работы давайте посмотрим здесь самый первый этап видите задачи с тремя данными видите внизу паровозик и озвучивается задание каждое соответственно прочитали задачу можно остановиться можно предложить ребенку самостоятельно записать решение а потом включить объяснение ребенок может себя проверить таким образом сравнить свой ход рассуждения с ходом рассуждения который предложен в электронном приложении в качестве образца ну и хотелось показать как может быть построена работа с проверочной работой а вот даже третья у нас тут проверочная работа блок три посмотрите пожалуйста предложены четыре задания ребенок читает задачу тема у нас задачи в два действия напомню ребенок читает задачу выбирает решение задача случае если решение выбрано верно как здесь показано загорается зеленый смайлик но давайте посмотрим что происходит в случае ошибки в зеленой полосе были предложены числа которые можно было перетащить и вставить в текущую задачу например поспешив ребенок может сделать это неверно в аквариуме магазина желтых рыбок было меньше чем красных сказанным задачам ребенок вставил желтых рыбок было 6 а красных 4 вы видите красный смайлик появился соответственно не выполнено условие что желтых рыбок меньше чем красных ребенок потом позже вернется к этому заданию сможет найти свою ошибку выполнить его правильно но тем не менее фиксирована это ошибка третье задание нужно соединить текст задачи с вопросом в случае если задание выполнено верно как здесь на слайде появляется зеленый смайлик ну и предположим что ребенок четвертое задание также выполнил неверно и так два верных задания два верно выполненных задания два задания с которыми нужно еще поработать и соответствующая фраза появляется соответствующая оценка появляется нужно поработать еще не отметка а именно оценка словесная после того как нажали на кнопочку пройти заново выполнили например второе задание верно разобрались с рыбками которых больше было в аквариуме каких было больше в аквариуме каких меньше ситуация немножко другая уже три задания выполнены верно уже хорошо и наконец четвертое задание здесь нужно было выбрать два действия с помощью которых решаются задачи после того как наконец эти действия выбраны правильно все четыре с маленькой зеленой правда с третьей попытки у нас ребенок видит оценку молодец все правильно и видит также с какой попытки он эту проверочную работу выполнил этот результат в общем зафиксирован и для учителя также в зависимости от того как вы организовали работу может быть с этой проверочной работой ребята поработают дома может быть в конце урока вы сможете уже после того как ребята ушли посмотреть каким результатом кто из них пришел ну и буквально на двух слайдах покажу тоже на примере темы задачи в два действия что у нас из себя представляет электронная форма учебника после получили лицензию вы закачали все необходимые вам учебники в библиотеку раздел такой мои учебники у вас на планшете появится после как вы скачаете приложение учебник цифрового века и одним кликом вы заходите в тот учебник который вам необходим выбираете слева у вас появляется лента содержания выбирает интересующую вас тему и появляется главная иллюстрация кликнув по которой вы заходите в галерею изображений вот к данной теме у нас только два изображения предложены но тем не менее с ними можно выстроить работу в учебниках также безусловно в других темах может быть и пять и более изображений с которыми можно работать на уроке могут быть представлены какие-то тестовые задания могут быть какие-то выводы предложены например в теме задачи два действия можно следующий вывод прочитать после того как организована была работа самостоятельно например с задачей я имею ввиду самостоятельно работать детей но при этом конечно же с новым материалом желательно организовывать работу в группах поскольку это проблемная ситуация безусловная когда ребяток не может сразу ответить на вопрос задач безусловно работа в группах строится таким образом что ребята думают что же они могут узнать наверняка кто-то предложит сперва узнать сколько втором аквариуме рыбок кто-то сможет ответить и на вопрос сколько всего рыбок в двух аквариумах и тут можно обсудить как раз чем отличаются задачи которые решали только что от тех которые решали до этого на предыдущих уроках можно предложить две задачи на сравнение тут уже как вы продумаете эту работу но в любом случае ребенок может к выводу данному в электронной форме учебника всегда вернуться и прочитать что в задачах два действия всего один вопрос но сразу на него ответить нельзя нужно выполнить промежуточное действие поставить дополнительный вопрос но и кроме того всегда есть возможность зайти в печатный так называемый учебник то есть в этой электронной форме учебника есть еще и непосредственно печатный учебник который является абсолютным аналогом того учебника который вы используете на уроке но хотелось также отметить что безусловно контент учебника будет наполняться и далее будут добавляться именно мультимедийные ресурсы то есть это всевозможные тестовые задания и задания для самопроверки самоконтроля то есть возможности будут расширяться но и мне хотелось поскольку мы сегодня говорим о проектировании урока пройтись с вами по этапам современного урока но прежде остановимся на рамочных требованиях к проектированию урока при проектировании урока то что должен помнить учитель конечно же приступая к написанию сценария всегда строим урок как систему учебных заданий учебных ситуаций в этом нам помогают те ресурсы которые есть у нас под рукой как минимум учебник и тетрадь организуем позиционное сотрудничество учащихся и поисковую деятельность там где это возможно по максимуму даже мини какое-то исследование сравнивать делать вывод это уже некая поисково-исследовательская деятельность когда новый способ действий ребенок старается сформулировать это так называемая проблемная ситуация обязательно организуем оценочную деятельность учащихся то есть это самая взаимооценка и рефлексия что у меня получилось что мне еще нужно сделать для того чтобы преодолеть те трудности с которыми я столкнулся если взаимная оценка то тоже обязательно какое-то подведение итогов если самооценка обязательно какие-то эталонные образцы желательно в начальной школе предлагать и конечно помним об основных этапах освоения знания это осознание смысла изучаемого отображение понятого смысла с помощью опорных схем знаков и символов очень важный момент для обобщения осмысления окончательного того материала в котором работали ну и безусловно отработка и применение ну и основные этапы урока я озвучу только сам этап и и итог цель вы видите те виды работ которые на этом этапе можно организовывать также здесь предложены вы скачав презентацию сможете изучить более подробно эти слайды проанализировать для себя отметить какие виды работ вы используете на своих уроках какие нет первый этап это проблематизация актуализация мотивация и итог этого этапа это осознание проблемы самостоятельная постановка учебной задачи но в начальной школе может быть и с некоторой помощью учителя безусловно поставлена учебная задача ну вот может быть в качестве примера фронтальная работа с классом например с предварительным совещанием в парах группах обсуждение ведет учитель вот как раз та тема которую мы только что с вами рассмотрели я немножко вернусь задачи в два действия вот если мы не с учебником сразу будем работать где дан план рассуждений а выведем на доску задачу рисунок дети поработают в парах в группах вы можете вот эту первоначальную проблему сформулировать вместе с ребятами поставить цель нам надо научиться решать такие задачи составные задачи два действия первичное ознакомление осознание смысла в самостоятельное открытие нового знания вот тут как раз можно с ребятами алгоритм действий и составить да предложив конечно же в зависимости особенно от уровня класса если класс сильный поработать в группах да то есть план решения задачи план рассуждений да это могут составить дети этот способ действий могут сформулировать дети попробовать самостоятельно следующий этап отработка и закрепление ну вот здесь у меня на слайдах два этапа будут выделены третий четвертый но по сути их можно было объединить отработка и закрепление но на первом этапе это отработка закрепление на уровне исполнительской компетенции да соответственно в ходе этой отработки и закрепления все ребята осваивают новое знание или новый способ действия а на следующем этапе на этапе обобщения систематизации применения да ну вот здесь тоже идет применение по сути еще продолжается плавно перетекает один этап в другой да этап отработки и закрепления но здесь уже мы отрабатываем новое знание или новый способ действия на уровне произвольного использования знания или этого способа действия в каких-то измененных условиях да и вот здесь как раз на этом этапе мы и обобщаем и систематизируем да тот материал с которым работали не всегда кстати это первый урок темы да будет когда мы действительно проводим такое полное обобщение но и пятый этап это всегда этап обратной связи диагностика контроль самопроверка взаимно взаимопроверка и самооценка взаимооценка формирующая оценка то есть оценить себя какие у меня достижения какие у меня плюсы и минусы да при выполнении того или иного задания это же этап рефлексии безусловно хочу отметить что этап может быть как самостоятельным этапом занятия так и частью иного этапа то есть по сути выполняя то или иное задание на том или ином этапе урока мы можем уже небольшую самооценку и рефлексию с ребятами провести ну и даю вам так же вот такой слайд памятка по разработке урока надеюсь так же вам поможет в работе ну и хотелось на примерах конкретных тоже показать да что для организации работы в соответствии с этапами современного урока есть материалы в учебниках и тетрадях данного курса осознание проблемы постановка учебной задачи открытие нового способа действия посмотрите есть задание проблемного характера который подводит ребенка к открытию нового способа действия хотя я например в недавнем прошлом практикующий учитель при знакомстве с новыми вычислительными приемами есть очень такой классический прием подход создание проблемной ситуации когда вы в начале урока предлагаете ребятам найти значение выражений известных и среди этих выражений появляется несколько нового вида в данном случае это могут быть выражения на сложение в пределах 10 и можно 2-3 выражения включить на случай сложения с переходом через десяток и ребята скажут что мы же не можем это решить да вот она проблемная ситуация а что мы будем делать сегодня на уроке учиться решать такие случаи выполнять сложения в таких случаях и тут же могут ребята предложить какие-то свои способы действий кто-то предложит прибавлять поединочки например если по смену прибавить 6 а кто-то скажет а удобно дополнить 10 8 плюс 2 это 10 и к 10 прибавить оставшиеся 4 единицы если в вашем классе возникнут затруднения вы обратитесь к учебнику тем заданиям которые предложены в учебнике здесь прекрасно схематический рисунок который весь алгоритм действий иллюстрирует кроме того здесь вот эта классическая схема когда мы показываем на какие части мы раскладываем второе слагаемое для того чтобы прийти к наиболее удобному способу выполнения действий ну и далее на этапе закрепления отработки и закрепления тоже достаточно много всевозможных заданий вы видите это и задания где нужно выполнить вычисления с объяснением по образцу это и задачи появляются да какие-то еще задания с рисунками сопровождающиеся рисунками схематическими вычисления в которых сводятся к отработке нового способа действий рядышком видите страничку из тетради да то есть интересно тоже посмотрите задание когда нужно соединить точки и составить соответствующую запись да соответствующую соответствующее равенство то есть это по сути ломаная да у нас уже образуется и задание повышенного уровня тут же мы можем увидеть да это третий номер где нужно вставить знаки математических действий плюс или минус так чтобы получились верхние записи равенства и неравенства приведу еще один пример также урок на котором дети знакомятся с новым материалом осознание проблемы постановка учебной задачи открытие нового способа действий задачами на сравнение ребята знакомятся если вспомнить название полное этих задач задачи на пропорциональное нахождение четвертого пропорционального задачи на приведение к единице и задачи на сравнение это задачи на нахождение четвертого пропорционального способом отношений посмотрите в первом полугодии третьего класса ребята решали задачи на нахождение четвертого пропорционального, в больших количествах они эти задачи прекрасно уже решают. Каждый раз в таких задачах нужно найти стоимость одного какого-то предмета, массу одного предмета и так далее. И вот новый вид задач, который на первый взгляд похож на уже известную детям задачу. Классическая проблемная ситуация, когда чего-то не знаем, но у нас уже есть достаточная база, достаточное богознание для того, чтобы делать этот шаг вперед и открыть новое самостоятельно, новый способ действия самостоятельно. Задача такая, за два ластика заплатили 5 рублей. Сколько стоят 8 таких ластиков? Первое, что делает ребенок, он пытается известным ему способом действовать, пытается узнать цену одного ластика, но 5 на 2 не делится. Безусловно, как в любой учебной проблемной ситуации, лучше организовать работу в группах, в паре. Дети неизбежно придут к тому, что можно узнать, сколько раз по два ластика содержится в 8. Они обведут вам эти ластики по два попарно, распишут, что каждые два ластика стоят 5 рублей. Соответственно, придут и к нужному способу решения. То есть нужно узнать, сколько раз в 8 содержится по два или во сколько раз 8 больше, чем 2. Соответственно, 8 разделить на 2 получится 4 в 4 раза, соответственно, и стоят 8 ластиков в 4 раза дороже, чем 5 ластиков. Ну, понятно, что вот расписанный здесь способ действий, это уже тот способ действий, к которому вы обратитесь после того, как он сформулирован детками. То есть это та опора, к которой вы можете обратиться, если не справились, ребята, с поставленной передними задачей. Если нужно еще раз прочитать, закрепить ребенку, вернуться, и в конце концов, когда ребята сформулировали способ действия, они могут сравнить с этим эталонным образцом, который дан в учебнике. Либо эталонный образец в электронном приложении мы можем использовать, тут же как вы решите выстроить работу. Ну, и после того, как новый способ открыт, конечно же, ребята учатся применять этот способ для решения задач, которые предложены в учебнике. И в рабочей тетради, кстати сказать, тоже вот мы видим. Причем, здесь посмотрите, есть и задачи, похожие на ту задачу, которую мы разбирали, для того, чтобы сформулировать новый способ действия, алгоритм действий в задачах подобного вида. За два знаковых пирожных заплатили 27 рублей, сколько стоят 6 таких пирожных, да, узнаем во сколько раз 6 больше, чем 2, ну, соответственно, заплатили тоже в 3 раза больше. Но тут же и в учебнике, и в тетради предлагаются задачи, в которых нужно действовать несколько иначе, да, например, известно, сколько в 6 одинаковых тетрадях листов. Надо узнать, сколько листов в 3 таких тетрадях, то есть надо узнать, во сколько раз 3 тетради меньше, чем 6, соответственно, сумма будет заплачена во столько раз меньше, да, То есть еще и выйти на способ действий, в том случае, если мы не увеличиваем количество предметов, приобретенных, да, а задача это количество уменьшается, соответственно, несколько перефразировать нужно, несколько этот способ в измененных уже условиях применить, суметь, да, То есть тоже все достаточно непросто и интересно для ребят. Но, как я уже говорила, да, вот этот этап отработки и закрепления, он у нас сводится к двум этапам, Когда ребята осваивают и учатся применять знания на базовом уровне, да, так называемая исполнительская компетенция, и когда учатся применять знания в измененных условиях, да, это как раз повышенный уровень сложности. И понятно, что это уже этап, скорее, обобщение, систематизация применения, да, И хотелось показать, что в учебниках достаточно заданий, и для этого этапа также. Посмотрите, ребятам предлагается составить задачи, не просто решить задачу, да, Но составить задачу по рисунку, по таблице, по схеме, или составить задачу по данному решению. Как мы видим во втором классе, да, пятое задание. Составить задачу, чтобы они решались так. Постановка вопроса к задаче, примеры задач из третьего класса, да, К данному условию нужно поставить вопрос таким образом, Чтобы задача решалась в первом, втором, либо третьем выражении, да, То есть преобразование идет, конечно же, задачи в том числе. Зачастую предлагаются задания, связанные с преобразованием задачи В соответствии с поставленным условием. В процессе выполнения таких заданий ребята наблюдают за тем, Как зависит ответ от изменения данных величин, да, Устанавливают зависимость, что, безусловно, очень полезно. Ну, давайте приведем пример такой задачи. Вторая класс, часть вторая, задача номер пять. Одну из трех, да, я прочитаю. Скатерть стоит 97 рублей. Полотенце на 17 рублей дешевле скатерть. А салфетка в два раза дешевле полотенца. Сколько стоит салфетка? Мы видим схематический рисунок, даже предметный, скорее, здесь рисунок, да, где зафиксированы все известные величины. Далее. Какое данное, то есть решить задачу можно. После этого предлагается преобразовать. Какое данное задачи нужно изменить так, чтобы в ответе получилось число 8, 10 или 20. Ну, и, соответственно, можно сделать выводы о зависимости данных величин и исковой величины, выполняя подобные задания. Ну, к заданиям, которые можно предлагать на этом этапе, можно также отнести и проектные задания, и практически всевозможные работы. Учебник также предлагает выбор заданий подобного вида. Подбирая задания для самооценки, для самопроверки самооценки из учебника самостоятельно, вы должны, конечно же, продумывать, в какой форме подведете итог. Это может быть тот же светофор, да, дети поднимают карточки, зеленую, желтую, красную, да, были затруднения, либо их не было, либо вообще не справился с заданием. Безусловно, для самопроверки мы готовим некий эталонный образец, либо мы вводим на доску, либо организуем какое-то итоговое обсуждение, с тем, чтобы ребенок мог потом оценить, насколько все-таки он справился с заданием полноценно, да, или у него были все-таки небольшие затруднения, да. И очень важно, чтобы ребенок, оценив себя, поставил и учебную задачу, да, что же он будет делать для того, чтобы, если у него были какие-то затруднения, чтобы с этими затруднениями справиться. Безусловно, на первом этапе с помощью учителя это делает ребенок. Для вот такой оценки формирующей, да, как-то ребенок оценивает свои достижения. Очень хорошо использовать всевозможные шкалы. Вот здесь вы видите шкалы, которые предлагает Цукерман, хорошо известная методика. Здесь есть еще посерединочке метка, да, то есть понятно, что если чуть выше серединки, но все-таки одна-две ошибки, хорошо, да, наверх ушла наша меточка. Очень хорошо или отлично, если ошибок более, чем одна-две, это уже ниже серединки, да, ну и, соответственно, в самом низу меточка, если не справился. Хорошая методика также и вот такой оценочный лист, где ребенку надо закончить фразу. Это незаконченная фраза методика называется. Вы можете самые разные формулировки использовать. Ну и здесь вы видите также на слайде пособие авторов Пинска и Улановска «Новая форма оценивания». Я вам рекомендую это пособие для изучения и применения опыта, описанного здесь в своей повседневной практике. Здесь представлено очень много интересных форм оценивания, вот именно организации самооценки. И здесь описан опыт тех школ, которые полностью перешли на формирующую оценку, да, где от отметочной системы отказались, да, оценивается только достижение ребенка, каждого конкретного, по отношению к его стартовым каким-то данным, да, и далее на протяжении всего обучения в начальной школе. Мы, конечно, с вами все-таки привязаны к отметочной системе в большинстве своем, да, но элементы формирующие оценки можно успешно использовать на каждом уроке. Ну и для примера еще несколько инструментов для оценивания. Вот вы видите, учитель на доске поместил такие четыре планочки, да, понял хорошо, могу научить другого, понял хорошо, слабо понял, надо тренироваться, ничего не понял. Ну вот видите, какой результат был учителем на этом уроке или на каком-то этапе урока. Да, ребята прикрепили магнитики в основном, либо на планочке понял хорошо, или понял хорошо, могу научить другого. Деревья это могут быть, да, тут, вероятно, методика светофор была использована все-таки, да, хотя красных слишком уж много, яблочек, но можно договориться, даже зачастую можно договориться, а может быть здесь яблонька это уровни, скорее всего, коллеги, простите, это все-таки, скорее всего, уровни нарисованы, потому что линии идут. То есть можно договариваться о цветах, либо устанавливать вот эти уровни усвоения материала, да, можно использовать, как я уже говорила, сигнальную систему, либо сигнальные карточки, методику светофора возьмите за основу, да, не обязательно только смайлики, в последнее время очень популярны стали смайлики, да, можно и смайлики, можно вот знаки какие-то специальные вводить, плюс, минус, вопрос. После выполнения задания вы тут же имеете обратную связь с ребенком, с классом, тут же можно выяснить, у кого какие были затруднения, с чем это связано, и выстроить индивидуальную работу с этими детками. Ну, и, уважаемые коллеги, мне хотелось в заключение сказать несколько слов о комплектах, которые вышли в издательстве просвещения, которые разработаны для того, чтобы помочь учителю организовать работу по подготовке к всероссийской проверочной работе. В комплекте всероссийской проверочной работы, вы его видите справа, уже вышли тетради и по окружающему миру также. Наверняка комплект готовится к всероссийской проверочной работе, вам знаком очень хорошо. Скажу буквально несколько слов, пройдусь очень быстро по слайдам, которые у меня подготовлены, об этих комплектах. Эти комплекты универсальны, они подойдут ко всем ОМК, и с помощью этих комплектов можно организовать в том числе и итоговое повторение по предмету, достаточно полноценное. Начну с буквально нескольких слов по комплекту «Готовимся к всероссийской проверочной работе». Я взяла математику, хотя тетради есть по математике, по русскому языку и по окружающему миру в одном и втором комплекте. Кого заинтересует я информацию о том, где этот материал найти можно, включила в презентацию. В тетради по математике входят тренировочные задания по всем разделам курса, причем ко всем заданиям предложены ответы с комментариями, что очень удобно, в том числе и для организации самоконтроля. В конце раздела, после того, как поработали с тренировочными заданиями, можно предложить детям мини-работу по этому разделу. В каждой мини-работе разработаны карточки самопроверки. И в конце тетради авторы предлагают две обучающие проверочные работы, куда уже входят задания ко всем разделам курса, как базового, так и повышенного уровня. Задания интересные, разные по форме представления, формулировки разные, подходы разные. Именно для того, чтобы снять психологическое напряжение, боязнь новых формулировок. В этих комплектах дети столкнутся и с формулировками, которые, может быть, не попадались им в ходе работы с учебником, рабочей тетрадью в том или ином УМК. Что касается второго комплекта, комплекта российской проверочной работы. Этот комплект создан разработчиками ВПР, коллектив, который в прошлом году разрабатывался российской проверочной работы. И отличает этот комплект такая практическая направленность. То есть, это возможность детям посмотреть и вам посмотреть, как им удается освоенное способ действия и предметное знание, умение применить в ситуации, приближенной к реальной действительности. В предыдущем слайде был раздел «Задачи словами реальной жизни». Вы видите, здесь предлагается стоимость покупки, посчитать и так далее. А вот разделов всего 8, зайдем еще в раздел «Таблицы». Тоже посмотрим, что здесь абсолютно практическая направленность и задание. И так в любом разделе. Здесь мы видим, что ребятам предлагается поработать с расписанием уроков, с инструкцией к духовке, к духовой печи, с расписанием в кинотеатре, с расписанием показа фильмов. И тут еще и стоимость выведены билетов на каждый сеанс. После каждого раздела также предлагается небольшая проверочная работа и диагностическая работа в конце. Диагностическая работа повторяет структуру образца ВПР по математике для 4 класса. Порядка 20 заданий в диагностической работе. То есть эти два комплекта дают такой богатый практический материал, который вы можете использовать, конечно же, продумывая работу в 4 классе и в рамках итогового повторениях использовать, и в том числе и как такой момент, который поможет подготовиться и успешно справиться с российской проверочной работой. На нашем сайте, в разделе «Подготовка к российской проверочной работе» вы можете найти презентацию более подробную по всем тетрадкам, можете найти методические рекомендации, которые подготовлены методистами Центра начального образования по комплексному использованию этих двух комплектов, как нам это видится, как можно сочетать и использовать оба комплекта в ходе работы на протяжении 4 года обучения. Здесь же, кстати сказать, и небольшие рекламные ролики, и небольшие статьи по ВПР помещены. То есть очень много материала. И к тому же я вам еще сделала подборку авторских вебинаров по комплектам. В основном по комплектам готовимся к всероссийской проверочной работе, потому что авторы очень много рассказывали о том, как можно организовать работу с комплектами. Рекомендую почитать, посмотреть, прошу прощения, эти вебинары. Там действительно очень много дельных советов. И авторы ко второму комплекту стали также... Начали читать вебинары. Уже прошли два вебинара. Такой общего характера вебинар и по математике. Надеемся, в ближайшем будущем состоятся вебинары также по русскому языку окружающему миру. Ко второму комплекту всероссийской проверочной работы. Ну и приглашаем вас в раздел «Академия просвещения», где можете найти информацию о курсах повышения квалификации, которые планируются в ближайшее время. Хочу сказать, что курсы в том числе и для ученичных классов организовывать мы с недавних пор стали. В прошлом году весной впервые прошли такие курсы, как раз фотографии с этих курсов удостоверительно 72 часа учителя получили 6 дней. Очень часть курсов длилась. И было небольшое задание в данном, которое учителя выполнили дистанционно. На такие курсы приглашаются, конечно же, авторы. То есть это действительно такой очень интересный опыт общения с авторами учебных пособий. Ну плюс возможность получения в том числе и удостоверения повышения квалификации. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. Я постараюсь сейчас ответить на вопросы, которые у нас задавались на протяжении вебинаров. Светлана Акулова спрашивает, предметная линия математика может использоваться по программе «Школа России» для детей с ОВЗ? Уважаемые коллеги, вообще я рекомендую обратиться на сайт «Коррекционная педагогика». Там представлена литература наша, в частности, по «Школе России» есть аналоги для детей с ОВЗ. Но на самом деле учебник Дорофеевой-Мираковой, на мой взгляд, достаточно непрост. Очень большое количество углубленного такого подхода, расширения материала, много заданий повышенного уровня. Возможно, если у вас в классе появилось несколько человек с ОВЗ, имеет смысл использовать МК «Школа России», там больше диапазон для дифференцированного подхода. То есть там можно и для деток с большими сложностями подобрать задания. И в то же время есть достаточно заданий для деток, которые успешно усваивают учебный материал. И на базе именно «Школы России» создаются учебники для деток, допустим, слабослышащих, слабовидящих. Все-таки «Школа России» такой более базовый курс именно для деток с проблемами. Более желательный курс, лучше его выбирать. Уравнение. Анжела Бурцева спрашивает про уравнения, почему их нет. Действительно, уравнений нет в учебниках, но есть задания типа. Найди неизвестное слагаемое, найди неизвестное уменьшаемое или вычитаемое. Авторы, это их принципиальная позиция, не вводят уравнений в начальной школе, поскольку в начальной школе мы решаем уравнение на основе знаний взаимосвязи между компонентами и результатами математических действий. Дорофеев, Георгий Владимирович и Татьяна Николаевна Вираковы считают, что уравнение следует сразу учесть и решать гибраическим способом. И существует определенная преемственность. Есть учебники математики Дорофеева 5-6 класса, там вводятся уравнения, кстати сказать, в соответствии с примерными программами, и дети учатся их решать сразу гибраическим способом. В примерных программах по начальной школе сказано, что ребенок должен уметь находить неизвестный компонент действия того или иного. Совершенно не обязательно в форме уравнения такие задания должны быть оформлены. Соответственно и в проверочной какие-то работы уравнения не должны включаться в соответствии с примерной программой, если проверочная работа составляется, допустим, некое универсальное вам предлагается на уровне школы, а кто-то идет, допустим, по программе «Школа России», где уравнение решают дети, вы можете просто переформулировать это задание, либо отказаться его выполнять, опираясь на примерную основную образовательную программу. Электронная Лидия Ромаева спрашивает, есть ли электронная версия проверочных работ и тестов? Нет, нету. Электронная версия только методические рекомендации рабочих программ. Все дополнительные пособия только в бумажном варианте можно приобрести. Что касается ответов к заданиям учебникам и заданиям рабочей тетради, частично можно найти разбор заданий о методических рекомендациях, о методических пособиях с поурочными разработками, просто более подробный комментарий практически ко всем заданиям, каждому уроку вы найдете. Все, спасибо вам большое, коллеги. И надеюсь, вы увидели, что курс интересный, и я думаю, что очень неплохих результатов занимать поучебников Дорофеевой-Мираковой можно достичь к окончании начальной школы. Успехов вам, коллеги. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.